Я родился в Москве, живу в Израиле сейчас, по-башкирски я, к сожалению, большому не говорю. Несколько слов так отдельных знаю, но вот по-русски, как видите, говорить умею. Я пишу в Википедии уже сколько, примерно 15 лет на истких языках. И с 2011 года я работаю в Международном фонде Викимедия. И одна из вещей, которую я там делал, я разрабатываю вот этот вот инструмент, перевод содержания, по-английски content translation. Что он делает? Я просто сразу приступлю к работе главному, потому что я так понимаю, что хотя бы какие-то элементарные вещи вам уже объяснили, что такое Википедия и так далее. Так что я сразу перейду к переводу статей. Это инструмент для создания новых статей в Википедии путем перевода с другого языка. С любого языка на любой язык. Вы, я так догадываюсь, чаще всего, наверное, будете переводить с русского на башкирский, может быть, с башкирского на русский, может быть, с английского на башкирский, может быть, с английского на русский. И как вам удобно, так и делайте, может быть, да. Можно с любого языка на любой язык. Как только вы... Я вам сейчас все покажу, как это выглядит, но несколько элементарных, важных понятий я сразу вам дам. Каждая статья, которую вы создаете этим инструментом, она сразу становится обычной статьей, как любая другая статья в Википедии. У нее вы создаете первую версию, потом уже появляются другие версии, можно ее редактировать, как любую другую статью. Все обычно. Есть машинный перевод. Машинный перевод – это отдельный вопрос. Некоторые люди, даже довольно многие люди, путаются, думают, что это инструмент для машинного перевода, для автоматического перевода. Не совсем. Вы сейчас все это увидите, как это работает, но что он делает? Он показывает вам с одной стороны статью в Википедии на том языке, с которого вы переводите. Вы ее можете читать вверх-вниз, все видите. Он дает вам пустое место, где вы можете писать новую статью на своем языке, абзац за абзацом. И если вы хотите, там будет и машинный перевод. У нас встроен машинный перевод с помощью Яндекса. Он умеет переводить с русского на башкирский и с английского на башкирский. Насколько хорошо это работает, это вам судить. Я, к сожалению, не знаю башкирский язык. Если вы вообще не хотите пользоваться машинным переводом, хотите все печатать сами, пожалуйста, вы можете это выключить. Я вам покажу, как это сделать. Просто можете печатать сами. Вы не получаете машинный перевод, но вы получаете вот это вот удобство, что вы видите оба языка друг рядом с другом, и вам не нужно переключаться с одного окна в другое. Вы получаете еще всякие инструменты, вы получаете автоматическую адаптацию будет ссылок, фотографий и математических формул, если вы пишете про математику, например, или про химию. Вы это все получаете. Но машинного перевода у вас не будет, пожалуйста. Если вы хотите машинный перевод, вы можете включить машинный перевод, но тогда вы должны проверить каждое слово, которое машинный перевод вам дает, и исправить. Потому что машинный перевод на всех языках очень часто делает ошибки. Это всем хорошо известно. Это не инструмент для машинного перевода. Если бы мы хотели инструмент для машинного перевода, мы бы просто взяли, включили и перевели автоматически все статьи, но это совершенно не нужно, потому что машинный перевод и так встроен в интернет, и в браузеры, так что это делать не нужно. Это инструмент для того, чтобы люди, такие как вы, могли с удобством быстро писать новые статьи. Машинный перевод вам может в этом помогать. А если вы не хотите машинный перевод, вы можете его просто выключить. Я разговаривал с несколькими людьми, которые переводятся на башкирский язык. Некоторые говорят, а я выключу машинный перевод, он мне не нужен, я сама вступлю. А некоторые говорят, ну да, вот я использую машинный перевод, но мне нужно много исправлять. Ну вот, пожалуйста, как вам удобно, каждый из вас сможет. Вот это основные вводные понятия, которые важно сам поначалу усвоить. Сейчас мы перейдем к практической части. Я прежде всего спрошу, есть ли у кого-нибудь вопросы досюда? Ну, вроде нет. Я попробую сделать. Так, я могу сделать демонстрацию экрана. Хорошо. Несколько секунд подождем. Я начну делать демонстрацию экрана. Включаем несколько секунд, и это начнется. Так, если все правильно, то вы сейчас должны видеть заглавную страницу русской википедии. Видите? Так, хорошо. Значит так, я сейчас зашел в свою учетную запись в русской википедии. Та же самая учетная запись работает на всех языках. И я могу посмотреть, кто это... А, кстати, кстати, в башкинском языке мы уже это включили. Это уже не бета-версия. В башкинском языке это уже обычная вещь для всех. В русской еще нет. В русской мы скоро это сделаем. Но вот это хорошо. Я вам покажу, какая разница. Пока еще есть разница. Скоро уже не будет разницы. Но пока есть разница. Значит, в башкинской википедии... Если вы хотите, я могу увеличить размер шрифта. Но если нет, то я оставлю так. Только скажите. Вот здесь в... Как это называется? В настройках... Кэлли Ударэм. Да? В настройках можно... Это раньше было в бета. Теперь это уже не бета. Теперь это уже... Да. Это уже не бета. Теперь это уже обыкновенная... Где это? Где это? Да, это кажется. Нет. Вот. Это здесь. Не перевели. У вас тут по-английски написано. Кто тут хорошо разбирается в транслейт-вики? Айдар, кажется? Или кто-то, кажется, разбирается хорошо в транслейт-вики? Нужно перевести. У вас вот это вот внизу не переведено на башкирский язык. Но, в общем, вот здесь вы можете включать и выключать. Вот здесь в настройках есть кнопка «Cure and Nash». Это по-русски называется, кажется, редактирование. А, нет, внешний вид, внешний вид. Внешний вид, внешний вид, и там, в самом низу, вот эта кнопка, она, к сожалению, у вас не переведена на башкирский язык, нужно перевести. Но если она включена, то вы можете использовать. А если не включена, то у вас этого нет. Так что, пожалуйста, все посмотрите у себя в настройках. Самая последняя внизу, галочка должна быть помечена. Если у вас не помечена, то пометьте и потом нажмите внизу кнопку «Сохранить», «Хакларка». И в русской Википедии это не там. В русской Википедии это в другом месте включается. Это бета-функции. И там, в самом низу, есть перевод содержания. Нужно, опять же, пометить галочку и сохранить. В русской Википедии это тоже переедет из бета-функции во внешний вид. Но пока вот есть такая разница. Значит, нужно включить. Теперь, как мы начинаем перевод, как мы входим в это. В русской Википедии это на кнопке «Вклад». В самом верху страницы, около вашего имени пользователя. Вот здесь мое имя пользователя. Сверху, Амир Е80. И там есть еще обсуждение, черновик настройки бета, список наблюдения, «Вклад». Вот поставим мышку на «Вклад», появляется «Вклад», «Переводы», «Загруженные файлы мультимедиа». Нажимаем на «Переводы». И попадаем сюда. То же самое в башкирской Википедии. Я вот перейду сюда, где башкирская Википедия. Опять же, вот сверху мое имя пользователя. И минен, 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 нангэвэ, калюдрым, бета и так далее. И вот тут вот. Башхарган, штер, да? Это мой вклад, да? И вот здесь тержемалер – это переводы. Кстати, я знаю иврит. На иврите почти то же самое слово. Это слово говорят «тиргум», но это все то же самое. Это из арабского и персидского языка пришло и в иврит, и в башкирский язык. Так что мне это слово довольно знакомо. Нажимаем сюда. Вот, то, что мы видим здесь на обоих языках одно и то же, только разве что здесь интерфейс на башкирском, а здесь на русском. Мне проще, так что я вам буду показывать здесь, но постараюсь показывать и на башкирском тоже. И, значит, здесь есть новый перевод. Чтобы начать новый перевод, вы делаете это здесь. Здесь то, что уже опубликовано мною, я вижу в кнопке «Опубликованный». Это то, что опубликовал я. Я довольно много уже писал. Вот они здесь есть. Если вы не знаете, что писать, есть кнопка «Предложение». Это автоматически для каждого пользователя что-то вам показывает. Там автоматизированная система, она угадывает в соответствии с тем, что вы писали раньше, она догадывается, на какие темы вас еще может заинтересовать что-нибудь написать. Ну, вот он у меня там пишет что-то из французского, что-то из итальянского, что-то про Индию, потому что я писал про Индию и несколько статей. Вот такие вещи. Вы увидите, наверное, что-нибудь другое. Если вы писали про спорт, вы увидите статьи про спорт. Если вы писали про кино, вы увидите статьи про кино и так далее. Скорее всего. И неоконченное — это то, что я пишу сейчас. Вот я начал писать некоторое время назад про вот этого индийского лингвиста. Еще не закончил. Перевожу с английского на русский. Но я вам сейчас покажу, как начинается новый перевод. Новый перевод. Нажимаю сверху на кнопку синюю. Новый перевод. Я надеюсь, что я не слишком ужасно по-башкирски слова признаю. Новый перевод. Новый перевод. И здесь прежде всего надо выбрать язык. Он иногда... Ну, обычно он хорошо угадывает, с какого языка вы будете переводить, но всегда обратите внимание, с какого языка вы переводите. Например, у меня здесь по умолчанию сейчас английский. Вот здесь кнопка есть English. Если я хочу переводить с русского, я должен сюда нажать. Выбрать русский язык. Вот здесь есть русский. Буду переводить с русского. Нет, я буду переводить не на английский. Я буду переводить на что-нибудь другое. Но, ну, не знаю. Ну, скажем, символ российского рубля. Вот сейчас он мне показывает, что он будет переводить с русского на English. Но я не хочу переводить не на English, а на башкирский язык. Давайте поищем здесь. Башкирский. Вот. О! Символ российского рубля. Пожалуйста, не выбирайте тоже символ российского рубля. Если вы сейчас что-то делаете сами, не делайте это, а то мы друг другу будем мешать. Очень важно. Пожалуйста, не выбирайте. Если хотите прямо сейчас что-нибудь делать, выберите какую-нибудь другую статью. Только, пожалуйста, нет. И начать перевод. Теперь. Важное замечание. У нас сейчас не очень много времени, и поэтому я сейчас бегу прямо вперед и сразу очень быстро все вам рассказываю. Обычно я очень-очень советую не начинать вот так быстро сразу переводить, а прежде всего нажать на ссылку и почитать всю статью от начала до конца. Почему это важно? Потому что, потому что вполне возможно, что в оригинальной статье, уже существующей, там не знаю, с какого языка вы переводите, с русского, с татарского, с английского, с французского, не важно. Вполне возможно, что в той статье есть ошибки. Что-то в ней там не так, какие-нибудь изображения неправильные, какие-нибудь там морфографии неправильные, забыли какую-нибудь ссылку добавить. Вполне возможно. Это русская Википедия не идеальная, английская Википедия не идеальная. Везде бывают ошибки. Поэтому очень советую несколько минут своего времени в это вложить, почитать всю статью от начала до конца. Если вы можете ее исправить, желательно, если вы можете писать по-русски, по-английски, исправить оригинальную статью, люди будут вам за это очень благодарны, но хотя бы прочитать. У меня сейчас просто нет времени ее все от начала до конца читать, но вот чтобы вы знали. Желательно прочитать. Вернемся сюда. Сема российского рубля. Проверим еще раз. С русского языка на башкирский. Вот здесь, обратите внимание, стрелочка такая, чтобы было понятно, что с какого языка на какой язык. Это довольно важно, потому что некоторые языки пишутся справа налево, и тогда не совсем понятно, откуда, куда. Но здесь оба языка пишутся слева направо, так что все довольно просто. С русского языка на башкирский. И начинаем перевод. Начать перевод. Я нажимаю. И он нам сейчас откроет это, скорее всего, с башкирским интерфейсом. Да. Да. Интересно, что он почему-то заполнил здесь название статьи по-английски. Непонятно мне почему. Но это в любом случае статью... Я сейчас выключу это, если что-то мешает. Вот. Значит так. С самого начала. Наверху название статьи. По-русски она называется «Символ российского рубля». Здесь нужно написать название статьи на языке, на который вы переводите. В данном случае башкирский. Кто мне может сказать, как это будет называться по-башкирски? Амир, амир, амир тут подсказывает, что... Статья есть уже на башкирском. У тебя такая есть? Да, статья есть. Мало, но есть символ. Попробуйте искать символ. Там написано, как он символ. Ой, горсали, хаштан, келябит сообщение. Просто интервьюки не поставили, наверное. Ай-яй-яй. Давайте тогда посмотрим. Может, подробно это... Хорошо, что вы заметили. А как же тогда мы его... Как она называется? Расейгума. Нет, это рубль. Это рубль. Это рубль. А я говорю про символ. Расейгума, символ, скорее всего. Может быть, был и кинсисток келор тогда, рубль расписки ке. Здесь символ, буква «В». А рубль... Хум символы. Вот Зуфар пишет, хум символы. В чате, в чате посмотрите. Ага, сейчас, сейчас. Симбрл написал он. Просто. Хум символы пишет. А, вот-вот-вот. Вот символ дара. Символ дара, да. А, это... Это символ... Это символы. Это значит было... Это есть вот... Да, вот есть... Да, есть русская статья. Символы рубля. Это всякие разные, исторические. А я сейчас говорю про современную. Но это неважно. Мне не обязательно. Я не собираюсь ее даже сейчас... Это хорошо, что вы это заметили. Я не собираюсь ее даже сейчас публиковать. Я вам только показываю. И потом я это, наверное, выкину. Но это хорошо, что вы это заметили. Ну, значит... Мы, значит, сделаем так. Сделаем, значит... Ну, наверное, как-то вот так, да. Как-то вот так. Вроде вот так. Что-то вроде такого названия, да? Да, это российский... Ну, вот... Примерно так, наверное, да? Да, символы. Да. Ну, главное... Главный принцип запомнить, что... Нужно дать название. Вот это самое главное. Нужно дать название. Теперь. Россий, гума, символы. Хум у вас там... Соглавная буква стоит. Там маленькая буква. И гума. После м-э. Россий, гума, символы. Вот так? Да. И вот. Вот. Россий, гума, символы. Правильно? Да. Значит, ну вот это главное. Это главное. Главное — дать название. Обратите внимание на то, что вы даете название. Теперь. Название. Оно еще и будет вот с таким названием, когда я буду опубликовать. Вот это будет такое название. Если оно такое, то оно сразу появится в том, что называется пространство статей. Если вы не уверены стопроцентно, что вы хотите публиковать это в пространство статей, чтобы это сразу стало полноценной статьей. Если вы уверены, то можно. Это вам решать. Но если вы не уверены стопроцентно, что сразу собираетесь публиковать это как полноценную статью, наверху есть шестеренка. Нажать на нее, и вот он вас спрашивает. Куда… О, здесь плохо переведено на русский даже. Опубликовать цель. Это не плохо переведено. Я исправлю потом. Но это куда публиковать? Просто как обычную новую страницу или черновик. Если вы не уверены, то выберите черновик и смотрите, что получится. Автоматически добавляется сюда мое имя пользователя. И когда я опубликую, то это будет в моем личном пространстве, где я могу ее еще доработать, если там еще что-то не идеально, и потом уже перенести в основное пространство. Далее. Переходим к самому главному. Заголовок мы сделали. Теперь сама статья. Ну вот здесь мы видим. С левой стороны. Статья на русском. Мы можем ее всю читать. В середине пустое место, чтобы писать статью на башкирском языке. В очень многих статьях наверху есть карточка. С карточками и с шаблонами вообще работает не идеально. Некоторые карточки хорошо переносите, некоторые не очень. Если вы можете попробовать перенести карточку, но если что-то с ней не так, то просто бросьте ее и идите дальше просто к обычному тексту. С карточками иногда работает, иногда не очень. Я сейчас попробую. Если плохо получится, то бросим это и игнорируем. Я, значит, нажимаю вот на пустой вот этот абзац. Нажимаю сюда. Может быть сейчас получится, может быть нет. Потому что шаблонов очень много. Некоторые хорошо работают, некоторые не очень. Ну вот, наверное, не получилось. Так что неважно, бросим его. Перейдем дальше. Перейдем к самому главному. Перейдем к абзацу. Вот первый абзац. Значит, по-русски символ или знак российского рубля, типографский знак, который входит в группу знаки валют и так далее. Я ставлю мышку сюда на пустой абзац напротив. И опять же вот. Тержиме FTRG. Нажимаю сюда и жду несколько секунд. О! Вот у нас сейчас здесь заполнился машинный перевод из Яндекса. Вот здесь справа есть всякие инструменты. В середине вот здесь написано машина Тержиме, машинный перевод. Здесь я могу его выключить, если он вам вообще не нужен. Я могу выбрать Яндекс. Я могу выбрать вот так. И тогда он просто перепишет текст с другого языка. Вот он просто переписал русский язык. Некоторым людям удобно так. Вот здесь вот прям слово за словом стирать русское слово и менять его на башкирское. Некоторым людям удобнее вот так. Просто выключить весь автоматический перевод. И просто пустое место. И просто люди будут вот так здесь писать. Как вам удобнее? Я вам покажу, как исправлять машинный перевод. Сейчас будет самое веселое, потому что мне очень тяжело отпечатать по-башкирски. Но я не буду сейчас всю статью переводить. У нас нет на это времени. Но вы мне скажите хотя бы, здесь наверняка есть много ошибок. Скажите мне пару слов, что мне... Надо писать. Надо писать. Там 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 стоит. Значит, как-то вот... Рисей хуман там 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 там. Как... А, наверное... Когда ксерокопируешь, иногда вставить невозможно. Вот у меня так медленно работает компьютер. Наверное... Наверное, как-то вот так, да? Я прямо с отсюда начинаю? Я вот Рисей напишу сейчас большой буквой сначала. Вот Р. Да. Я обычно так... Я предлагаю, начинай, поскольку. Там га-гэ только. Там вот это энэнэнг не надо оставлять. Окончание. Где? Вот здесь? Вот здесь? Рисей хуманэнг там га-гэ просто. Вот так? Там га-гэ. Там га-гэ. Ну, надо, это понятно же. А вот знаки... А, кто-то запрашивает... А вот этот отмекить, как разрешенный, я всегда удаляю обычно вот это. Давайте разрешу, давайте. Хорошо, я разрешил. Волтый. Ой. Подожди. Можно сейчас... Окей, это я. Минозгодить. Да-да-да. Сейчас я попробую. Сейчас я попробую. У меня это может быть сработает, а может быть нет. Минуточку. Минозгодить. Еще минуточку. Вот я разрешил. ААА, кажется, уже начинается. Да, и вы сейчас будете печатать? Ух ты! Шрифт не поставлен. Нет, нет, наверное, работает. Мне кажется, что работает. После ЗАА. Ну вот, да, значит, как-то так. И, ну, наверное, еще там дальше несколько слов надо исправить. Валюта билде... Валюта лар билде... Ну вот я вижу, да. Слушайте, я очень рад, что так хорошо получилось. Это легко. Так это, я даже не уверен, как это имя произносить. Нет, так оставляем. Валюта билде... Это же единственное. Мин ле азиз? Мин ле азиз? Как-то так? Да. Ну вот... Ну, короче, вот пока он... Я объясню, что, да, мы здесь видим, что машинный перевод... Кое-что переводит правильно, а кое-что совсем неправильное. Характерные всякие ошибки, там, окончание неправильное, порядок слов может быть неправильный, слова могут быть неправильные. Так что нужно каждое слово проверить. Каждое слово исправить. Если вы... Если мне всегда нравится, вот когда я учу это делать, люди друг другу помогают, исправляют ошибки, это очень хорошо. И пока вот он исправляет, я еще вам расскажу, что все будет даже теперь быстрее и удобнее. Мы здесь видим, что некоторые ссылки в этом машинном переводе стали голубыми. Это хорошо. Это значит, что соответствующие ссылки на другом языке были найдены в башкирской Википедии. Например, мы под конец этого абзаца видим рубль, да, есть ссылка на... вот в русском языке написано рубля, а в башкирской Википедии написано бум, и она голубая. Это значит, что в башкирской Википедии инструмент перевода наш нашел такую статью про рубль, и ссылка уже там, вам не нужно ее искать, все уже готово. Может быть, нужно там исправить окончание, но ссылка уже правильная. Российская Федерация тоже. Вот ссылку он нашел, правда, написал с маленькой буквы. Надо, наверное, будет поправиться, написать Российская Федерация с большой буквы на башкирском языке. Но вот он ее нашел. А некоторые другие ссылки здесь он найти не смог. Например, вот там написано Unicode. В русском языке есть статья Unicode, а в башкирском языке пока нет такой статьи. Поэтому она написана серым цветом. Если вы вот сейчас это опубликуете, то это просто будет с обыкновенным словом. Если вы хотите, вы можете сделать это красной ссылкой. Можно сейчас не нажимать ничего, я покажу, как делать красную ссылку. Я нажимаю сюда на вот эту серую. Я нажимаю вот на эту серую ссылку, и я могу просто ничего не делать. Я могу, если я нажму вот на эту вот кнопку с мусорным ведром, это просто ссылка попадет. Или просто я могу этого не делать, и она просто, когда я опубликую, это будет обыкновенный текст. Либо я могу нажать вот эту кнопку, yuptipbilderge, и тогда она будет отмечена как красная ссылка. Я сейчас это нажму, и вы увидите. Оп, это будет красная ссылка. Как вам удобнее? Это ваша статья. Как любая статья, вы сами можете решать. И еще раз уж я об этом говорю, вот здесь наверху справа есть вот эти кнопки. Это точно такие же кнопки, как в Википедии и в визуальном редакторе. То же самое. Если вы умеете пользоваться визуальным редактором, это то же самое. Все здесь есть. Шрифты и ссылки и все остальное. Все, вот это я просто вам сказал. Все, дальше, пожалуйста, Менлина Зиза может продолжать. А я отключился, я отключился. А, ну, хорошо. В общем, я не буду сейчас, у меня нет у нас времени всю эту статью переводить. Давайте посмотрим пока кое-что другое. Посмотрим на изображение. Изображение — это вообще очень просто. Изображение. Я просто нажимаю сюда, опять же, а изображение, оно появляется здесь как отдельный абзац. Я нажимаю на пустой абзац. Нажимаю. Вот, пожалуйста, все, изображение. Не надо его загружать. Не надо искать, как называется файл. JPG, PNG, файл. Вот это все. Ничего не нужно. Одна кнопка — и все. Но нужно обратить внимание на надпись под этим изображением. Я не знаю, мне кажется, что здесь, скорее всего, есть какая-то ошибка. Акция должна стоять вне кавычек. Так. А, да, конечно, да, да, да. Ну, как-то бы так. Акция о финале старых. Финале старых на самом конце. Ему надо писать с большой буквы. И впереди. Гунтамгага. А, это, наверное, слово акция отступило дальше. Акция будет после Гунтамгага. Гунтамгага. Финале старых акция. Хе. Большая будет Гунтамгага. У меня даже нет, как ее напечатать. Ну, в общем, мы поняли. Вот это нужно исправить. Вот это нужно исправить. А само изображение переносится очень легко. И вот, в общем-то, все. Это почти все, что, все, о чем мы говорим. И, ну, есть здесь еще абзацы. Вы не обязательно переводите все абзацы. Можно перевести столько, сколько вам нужно. Если вам кажется, что оригинальная статья слишком длинная, и в педе на вашем языке достаточно половину перевести, пожалуйста, как вам удобнее. Самое главное, исправьте все ошибки, которые машинный перевод делает. Обратите внимание на надписи. Еще что тут. Давайте попробуем посмотреть, сработают ли. И вот, нажму вот сюда, вот на этот абзац. Вот здесь есть ссылка. Вот этим маленькой цифрой. Здесь, значит, на русском языке это два, здесь получилось один. Опять же, ссылки похожи на шаблоны. Иногда, точнее, простите, не ссылки, а сноски, сноски, источники. Иногда они хорошо переносятся, иногда не очень. Если они плохо перенеслись, то придется их потом вставить вручную. Но вставить вручную, так же, как вы представляете обычно, конечно, очень-очень нечастое замечание. Ваша ответственность как автора, как участника, как переводчика, обратите внимание на то, что ссылки действительно подходят к статье. Потому что бывает иногда так, что даже в оригинальной статье какая-то есть сноска на какой-то источник, а источник на самом деле не подходит. Он какой-то там ошибочный, несоответствующий. Это обязательно обратите внимание. На это довольно часто люди делают такое замечание, что вот, мол, есть инструмент для перевода, а из-за этого люди вставляют много ссылок о сносах, а сноски на самом деле неправильные. Вы, как переводчик, должны прочитать статью, обратить внимание на ссылки и переносить только те ссылки и сноски, которые действительно соответствуют статье. Вы должны обратить на это внимание. Ну, скажем, здесь вот я вижу, если она появилась здесь голубым цветом, я могу попробовать на нее нажать. Ну и вроде да, вроде она выглядит хорошо. Причем она обычно переводится, потому что обычно ссылка на источник, источник на каком языке он описан, на таком он и есть. Если там заголовок на русском, это уже не часть Википедии, это уже ссылка на что-то другое, поэтому переводить не надо, он просто ее переписывает. Если номер ссылки появляется серым цветом, значит, что-то там не сработало, видимо, из-за какого-то шаблона, и тогда просто пропустите ее, вставьте ее потом. И вот, в общем-то, все. Это самое главное, о чем я хотел рассказать. Попробуем сейчас опубликовать, я надеюсь, что это сработает. В последнее время немножко барахлит у некоторых людей публикация. Значит, что мы сделали? Мы поговорили про ссылки, мы поговорили про изображения, мы поговорили про сноски, мы поговорили про шаблоны. Вроде особо добавлять нечего. Я нажму сверху кнопку. Категории. Что-что? Про категории. А, категории. С категориями делать почти нечего. Категории он пытается перенести автоматически. Если, значит, здесь в русском... Ой, здесь ошибка. Три категории я. Нужно написать категории... Ну, ладно, я это исправлю потом. Три категории я. Надо будет исправить. Он нашел в башкирском языке одну категорию, которая соответствует. Если я сюда нажму, то он прокрутит до самого конца вниз. И вот здесь есть рубль, символы валют, в Википедии статьи, но неважно. Значит, вот категорию рубль он нашел. Вум. А категории символы валют в башкирском языке нет. Нужно будет ее, наверное, создать. Наверное, если у вас есть еще статьи про другие символы валют, вот создадим символ, создадим категорию. Там, не знаю, символ доллара, не знаю, что еще, символ евро. Если у вас есть такие статьи, нужно будет создать. Сейчас вот он, что он смог, что он смог найти, то он перенес. Можно, если вы хотите, добавлять категории вручную. Точно так же, как в визуальном редакторе. Вот здесь есть, наверное, нет, 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 куда-то не туда нажал. Там внизу же была категория «Добавить стерга» в ряду. А-а-а, да-да-да, точно, точно. Точно, да. Вот здесь можно добавить. В общем-то и все. Можно это добавить и потом. Здесь самое главное перенести текст, перенести текст абзацев, то, что называется, проза. Изображение всегда очень легко переносить. Это, наверное, галерея. Галерея обычно срабатывает. Я сейчас попробую эту галерею, кажется. Вот, несколько секунд. Вот, пожалуйста, в целый реестр несколько изображений сразу перенеслись. Опять же, нужно, конечно, обратить внимание на заголовки, исправить заголовки, надписи на каждом изображении. Но это я уже показал, как сделать. И, в общем-то, все. И можно опубликовать. Сейчас я нажму кнопку сверху. Публикация. Как-то так. Значит, я опубликую пространство пользователя, так что это никому не помешает. Настолько секунд. Опубликовать. Ну да, проблемы. Какие могут быть проблемы? Самые специальные проблемы – это если вы исправили машинный перевод. слишком мало, он обращает на это внимание. Если вы вообще не так не исправили машинный перевод, он нам скажет, у вас на 100% машинный перевод так публиковать вообще нельзя. В некоторых языках мы поменяли, он вычисляет процент, сколько слов вы исправили. В разных языках по-разному. В некоторых языках машинный перевод лучше работает. В некоторых языках, где хуже работает, они там потребовали по Нистинам с 90% до 50%. Как-то так. И если вы хотите, если вы думаете, что у вас плохо работает машинный перевод, и люди слишком часто публикуют плохой машинный перевод, мы можем вам это исправить без проблем. Ну хорошо, опубликовать существующие проблемы, я даже не уверен. Кажется, вторую? Нижнюю кнопку нажать? Да, самую последнюю. Нижнюю, да. Да. И вот он сейчас... Вот, вот, все, опубликовал, слава богу. В последнее время немножко публикация барахлит. Значит, сверху появилась вот эта зеленая рамочка, что статья опубликована, и он мне сразу дает ссылку на эту статью. Я нажимаю на ссылку. Вот появилась статья, неполная, но это просто... Я только показываю что-то, да? Статья неполная, но это... Теперь это все, теперь это обыкновенная статья. Я могу перенести ее... Я могу перенести ее вот здесь в основное пространство. Если она готова, это, конечно, не готово, но когда она готова, я могу просто ее перенести. Я могу ее редактировать, как обычную статью, или вики-текстом, или визуальным редактором. И все, это обыкновенная статья. У нее есть обыкновенный список как история правок, как и везде. И вот, в общем-то, все. Мне кажется, что я довольно детально обо всем рассказал, но я рад ответить на вопросы. Только я очень вкратце упомянул, что очень скоро, в ближайшие полгода, будет крупная новая версия этого инструмента перевода содержания. Самые главные нововведения там будут, что можно будет переводить в уже существующие статьи одну секцию, одну часть статьи. Например, если у вас уже существует статья, я не знаю, про город Москву, но в статье на русском языке есть какая-то целая секция, целая часть статьи, которая еще не достает в башкирском, вы сможете вот таким же интерфейсом перевести ее с русского языка на башкирский, и она просто вставится уже в существующую статью, и вам не нужно все заново переводить. Это первое нововведение. И второе, что это будет лучше работать на смартфонах маленьких, потому что нынешняя версия в основном работает хорошо на больших компьютерах, а на смартфонах не очень. И в ближайшее время будет новая версия, где это будет работать лучше на смартфонах, я не буду сейчас все это повторять, я недавно, когда это было, кажется, в сентябре или октябре, я делал целую презентацию на эту тему на российской конференции, на Вики конференции, совсем недавно, это есть на видео, так что если вас это интересует, вы можете посмотреть, и там все это объяснено. Вот такой прогноз такой небольшой на ближайшие месяцы, надеюсь, вам понравится. Когда уже мы будем к этому подходить, вы, конечно, получите об этом сообщение где-то у вас в форуме, я не помню, как он называется. Я в последнее время очень часто захожу на форумы на разных языках, сообщаю им, что мы применяем это из бета на что-то другое. Ну и, в общем, вот так. И вот все, мне пока больше рассказывать нечего, но если у вас есть вопросы, я буду очень рад вас послушать. Я разрешу, разрешите, я скажу, что у нас в башкирской Википедии вот первый шаблон карточку не имеет смысла переводить, вообще перетаскивать из другого языкового раздела. Мы очень часто используем универсальную карточку. То есть вместо шаблона карточки вставляем универсальную карточку, и он заполняет этот шаблон карточку данными из Викидаты. Поэтому... Амир, вы можете прямо сейчас показать? Там фигурные скобки и УК написать? А, ну да, я знаю. Ну, чтобы другие видели. Да, да. Ну, я могу показать. Можно даже, наверное, можно... Но это, конечно, здесь не сработает, потому что это не подключено к Викиданам. Ну, это просто не то. Наверное, как-то вот так. Вставить... Нет, это что? Нет. Нет. Ссылка. Вот это, наверное, надо поставить. Вставить шаблон. Наверное, так. УК? Да, вот. Да. У большой, да-да-да, вот так. Да, ну вот так, да. И вот вставить... Это, скорее всего, сейчас не сработает. Ну да, потому что это не подключено к элементу Викиданов. Но... Ну да, вот так. Да, я с этим знаком. Ну, шаблон — это вообще большая проблема. У меня сейчас большой проект. Я пытаюсь вообще улучшить вообще глобально, чтобы шаблоны лучше работали, чтобы это было. Это еще много времени займет. Это не в ближайшее время. Это где-то, может быть... Надеюсь, что это очень тяжелый проект. Это где-то, я надеюсь, может быть, через год или два появится. И вот Зуфар Айдар Салихов пишет, если отключить машинный перевод, не всегда получается расставить внутренние ссылки. То есть, если работаем с машинным переводом, то ссылки на существующие статьи в башкирской Википедии уже автоматом проставляются. Очень удобная штука. Поэтому лучше все-таки удобнее с машинным... Это, кстати, очень хороший вопрос. Я сейчас покажу, что можно попробовать с этим сделать. Вот я сейчас вернусь в ту же самую статью. Теперь она уже у меня написана здесь. Вот символ российского рубля. Она у меня здесь уже в опубликованных. Но я могу нажать вот здесь вот на кнопку с карандашом и продолжить ее редактировать, потому что кроме меня ее никто не менял. Так что я могу продолжать ее еще редактировать дальше как перевод. Сейчас я покажу, как можно все-таки вставить ссылки. Это не так легко, как это легко с машинным переводом, но все-таки это кое-как работает. Вот я сейчас вставляю вот этот абзац. И я выключу машинный перевод. Теперь у меня здесь он пустой. И я напишу, например, там, ну, не знаю, любое неважное слово, Москва. Я могу здесь вот отметить его и нажать на ссылку и просто вот ввести ссылку. Но это точно так же работает, как в визуальном редакте. Некоторым людям удобнее так, без автоматического вставления. Я могу еще сделать вот что. Могу нажать на ссылку в оригинальной статье, и он покажет. Так, значит, знаки нет. Давайте посмотрим. ИСУ, наверное, тоже нет. А, есть! Вот, смотрите, как здорово. Я нажал вот на эту ссылку ISO 4217 в русской стороне. И вот он мне здесь показывает на вот этой вот панели справа, что есть такая статья в башкистской википедии. Вот. Так что можно ее даже, можно ее, можно, не нужно открывать еще одно окно и искать там, как она называется. Так что, так что вот он показал. Немножко помогает. Да, это не так легко, как с машинным переводом, но кое-что все-таки стараемся помогать. Просто, Амира, знаете, иногда у нас вот бывает, допустим, такие статьи. Ломоносов и Семен Дага МСК удавляют университеты. Ссылка не может быть там полностью, а может быть МСК удавляют университеты. И когда вот наверху нажимаете, нажать на эту ссылку, здесь выходит, допустим, у нас написано, допустим, Ломоносов и Семен Дага МСК удавляют университеты, а ссылки может выйти там МСК удавляют университеты. Вот это, наверное, путает многих. Ну, да. Тут иногда все-таки доходит уже, что приходится вручную делать. Не вручную, а просто подождать, чтобы там ссылки вышло, что там написано. В башкирской Википедии какая статья есть, надо подождать, чтобы там вышло. Если там выходит, то можно уже нажать на «Ether» и все, ссылка выходит. Понятно. Еще вопросы? Вот у меня вопрос, Амир. Когда делаешь перевод, иногда прыгает один абзац, там оставляешь пустой, и переходишь на второй или третий, и начинает прыгать, и перевести невозможно вообще. Такая проблема возникает часто. Да-да, этот баг у нас есть, мы очень скоро его починим. Уже, наверное, не в декабре, но, скорее всего, в январе это будет исправлено. Многие люди жалуются, но мы это исправим. Еще один вопрос. Допустим, в русской статье есть там ссылки, первый, второй, третий, и иногда вот нажимаешь на башкирскую, не переносит. С носки маленькими цифрами, да? Да-да-да. Да, но это, к сожалению, это проблема с шаблонами. С некоторыми шаблонами это работает, с некоторыми, к сожалению, нет. Это шаблоны, это такая была огромная сложность, очень тяжело это исправить. Я над этим работаю. Это вот самая главная вещь, на которой я работаю сейчас, это займет еще, к сожалению, очень много времени. Понятно, спасибо. Но будет, мы когда-нибудь. Тут Газис задает вопрос по поводу таблиц. Пробовал, говорит, переводить таблицы, а они не влазят нам окошко. Вот в чате он задает вопрос. Да, это проблема, да, но это потому что, да, это потому что проблема с таблицами, потому что таблицы часто пишут, редакторы пишут для себя, так как они пишут, они видят целый экран. А редакторы, когда пишут, они редко думают о переводе и редко думают о том, что это будут еще читать на мобильных телефонах. Вообще сейчас большинство людей читают на мобильных телефонах, а не на компьютерах. В разных языках по-разному. В английском языке примерно 50 на 50. В русском, русской Википедии, я вот как раз недавно проверял, русской Википедии чуть-чуть больше с компьютеров, где-то там, может быть, 55% с компьютеров и 45% с мобильных телефонов. Но очень многие люди читают на мобильных телефонов, и там та же самая проблема. Очень часто таблицы просто не вмещаются на экране. Так что это проблема для всех, не только для перевода. Перевод, да, перевод приходится делать хуже, чтобы показать оба языка на двух частях. Так что это проблема, которая, проблема не только с переводом, а еще со многими частями. Над этим начали дизайнеры работать, потому что это вопрос как раз не столько для программистов, сколько скорее для дизайнеров. Как взять таблицы существующие и заставить их работать хорошо и на широких экранах, и на узких? Когда-нибудь мы догадаемся. Понятно. Еще какие вопросы задавайте по камере, Абзе здесь? Нет вопросов? Все очень подробно, детально. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, я очень рад, очень благодарю, что вы пришли, очень благодарю, что вы переводите. Вообще, башкинская Википедия, она пионер по очень многим вопросам здесь. Очень много пишете, вы на очень высоком месте в мире по переводам. Я вам, кстати, покажу, где-то статистика. Если я сейчас выхожу на... Вот здесь наверху все переводы. И вот здесь есть кнопка статистики. Статистика очень занимательная. Нужно подождать несколько секунд, она загружается довольно медленно. Но сейчас вы увидите здесь статистика перевода и на башкирский язык, и на все остальные. и увидите, что вы на очень хорошем месте в мире. Где-то в 20 или 30 языках. Еще несколько секунд появится. И вот здесь, видите, больше 13 тысяч статей. Это очень хорошее число. На все языки переведено было почти уже 800 тысяч. 13 тысяч на башкирский язык. 117 на этой неделе. И если мы посмотрим, вот это статистика переводов на все языки по неделям. И вы можете увидеть, что в 2020 году ужасном очень поднялось количество переводов. До 2020 года было где-то от 2 до 4 тысяч переводов в неделю. А вот в 2020-м люди, видимо, дома больше сидят и начали, наверное, очень много переводить. Просто никакого другого объяснения я не могу придумать. Ну вот, да, каждую неделю мы, кажется, дошли до 6 тысяч в неделю. Довольно хорошие цифры. И вот можно посмотреть, это статистика перевода на башкирский язык. Тоже, ну вот, то больше, то меньше. Может быть, я думаю, что когда какие-то пики есть, может быть, это какой-то конкурс или, может быть, просто кому-то очень понравилось переводить. Но вот видна здесь статистика переводов. Красные полоски — это удаленные переводы. У вас очень мало удаленных переводов. Это нас, конечно, очень радует. И вот здесь посмотрим, сколько переводов вообще. Значит, на первом месте в мире по количеству переводов испанский язык, вот 77 тысяч статьи на него перевели, потом французский, арабский, каталанский, украинский, вьетнамский, португальский, русский, персидский, итальянский, иврит мой, китайский, турецкий, английский. На английский язык тоже многие люди переводят. Японский, томильский, галисийский, греческий, башкирский. Вот, башкирский на хорошем месте между греческим и бенгальским. И вот индонезийский язык. Индонезийский язык огромный, один из крупнейших в мире. На нем сколько, где-то полмиллиарда людей говорит. А на башкирский, вот, вы переводите больше. Так что вы на очень хорошем месте в мире. Большое вам за это спасибо. Можно посмотреть, с каких языков больше всего переводят. Вот здесь. Ну, видно, что больше всего с русского. 12 тысяч статей с русского, 222 с татарского, с грузинского кто-то переводит. Вот, с турецкого, с английского, с украинского и так далее. Вот. Так что у вас действительно, у вас статистика прекрасная. Ваш язык один, вот, на первом месте, не считая русского, среди языков России. Так что поздравляю вас, это очень здорово. И, в общем-то, все. Мне даже больше нечего добавить. Большое спасибо, что слышали. Вот вопрос от Айдара, от Зуфара. Появился хороший русско-башкирский переводчик. Можете подключить в транслейтер? Пошлите мне информацию о нем. На электронную почту у Рустама есть. Мы попробуем. У нас сейчас из-за пандемии, у нас небольшое сокращение. Мы получаем очень много таких заявок, добавить новый движок перевода. Сейчас мы это не делаем, но очень скоро мы надеемся, что пандемия кончится. Мы вернемся к полному объему работы и начнем это подключать. Так что можно мне это послать, мы это ведем. Так что в следующем месяце это, скорее всего, не случится, но через несколько месяцев, наверное, да. Тогда, Амир, такой вопрос. А можно ли несколько машинных переводчиков, допустим, Яндекс, новый вот переводчик появился, или в Глозбах может достаточно фрагмента переводить хорошо на башкирский? Это можно? Это можно. Если вы переводите на русский язык, это уже существует. На русский язык вы можете выбрать Яндекс и Гугл. Ну, просто вот башкирский язык в Гугл переводчики нет, поэтому у вас здесь не было. А многие языки есть и в Яндексе, и в Гугле. Так что если вы переводите на русский, то вы можете выбрать Яндекс или Гугл. Что для вас лучше работает, то и выбирайте. Еще на некоторые языки есть такой еще переводчик Апертиум. На башкирский язык его, к сожалению, нет, но там есть на испанский Апертиум, на румынский, кажется, еще на несколько языков. Там можно выбрать Гугл, Яндекс или Апертиум. Что лучше работает, то люди выбирают. Ладно, хорошо, тогда большое спасибо. Пожалуйста. Амиржан, сегодня сколько, 13 человек вас слушали? Да, у вас 15? У меня 14. У нас в 17 он показывает. А, 14, да. 14. Ну, Амир сам тоже здесь в этом числе, поэтому 13 человек слушали. Спасибо. Пожалуйста, я очень рад. Всего доброго. Спасибо. До свидания. До свидания, Амир. Рахмадур. Так, следующий мастер-класс какой вам организации? Дорогие друзья, 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 друзья. Амир, подключился уже. Эх, сделал. До свидания. Продолжение следует...